Всем привет! Вы на канале Строй и Настрой. Меня зовут Сергей. И сегодня мы разберем актуальную тему. Сколько стоит построить фундамент в 2024 году? Поехали! Любая стройка начинается с подготовительных работ. Купив земельный участок, первое, что нужно сделать, это определить границы, где он находится. Для этого мы обратимся за услугами кадастровому инженеру, чтобы он нам выставил границы участка. Одну границу стоит определить тысячу рублей, так как у нас земельный участок прямоугольной формы, нам потребуется четыре тысячи. Если у вас участок более сложной формы, ну, например, бывает такое, что участок неровный или какой-то закольцованный, и на одном земельном участке требуется определить там 12, 15, 20 колышков поставить, тем самым выйдет это намного дороже. Конечно же, для строительства дома нам потребуется проектная документация. И обратившись к любому архитектору-проектировщику, они потребуют вводные данные. ТЗ, что вы хотите. Этажность, количество комнат, габариты дома. Ну и, конечно, технические параметры, такие как геология и топосъемка. Геология земельного участка требуется проектировщику для того, чтобы понять, какой вид фундамента он будет использовать, отталкиваясь, опять же, от предоставленных вами ТЗ. С виду бы вроде все земельные участки одинаковые. Травка, зелень, что может быть не так? Сделав геологию земельного участка, мы получаем отчет, где можно посмотреть, какие грунты находятся. Мягко-пластичные, твердо-пластичные. Можно увидеть показатели текучести, и на основании всего этого проектировщик определяет, какой вид фундамента будет использоваться. Для геологии земельного участка мы бурим два отверстия, и нам это обходится 30 тысяч рублей. Почему именно два? Для точности показания взятых проб. Если земельный участок больше или дом больше, то, возможно, этих проб потребуется больше. Далее нам потребуется топосъемка, чтобы определить угол наклона земельного участка. Как это скажется на строительство дома? Если земельный участок имеет наклон, то будет разный цоколь, разная высота цоколя. Тем самым увеличится себестоимость строительства. Для понимания, в среднем 10 сантиметров уклона плюс 100 тысяч рублей. Стоимость топосъемки в нашем регионе составляет 10 тысяч рублей, при условии, что это стандартный земельный участок 5, 10, 15 соток. Если земельный участок больше, то и топосъемка выйдет дороже. Определив расположение дома на земельном участке, мы обращаемся за услугами спецтехники. А точнее, экскаватора. Буквально вчера здесь ничего не было. А сегодня уже проделана часть работ. Экскаватором мы прокопали ленту глубиной 80 сантиметров. Далее бурили сваи шагом в 1 метр и глубиной 1,5 метра. Далее ребята заармировали сваи и уже вчера вечером принимали бетон. Далее ребята уже приступили к армированию ленты. Используют они 12 и 8 арматуры. В нашем ролике, сколько стоит построить дом в начале 2024 года, мы получили множество комментариев, где люди возмущены, что мы закапываем столько денег в землю. Давайте я поясню, откуда такое ценообразование. Давайте просто посмотрим на армирование нашего фундамента. Точнее сейчас ленты. Во-первых, мы видим не два прутка, а именно 4 ряда армирования ленты. Каждые 60 сантиметров сделан P-образный элемент. То есть это все делается для того, чтобы связать арматуру как единое целое. Более-менее здесь готовый узел. Это первый и второй, если мы считаем снизу. Данные узлы 3 и 4, они еще не готовы. Обратите внимание, что арматура не доходит и не бросается. А она именно связывается с помощью G-образного элемента. То есть конструкция одной ленты связывается с другой. Это очень важный момент. И у монолитчиков, особенно у новеньких, это популярная ошибка. Довести арматуру, бросить и отсюда начать вязать отдельный элемент. Дальше. Прошу обратить внимание, как связана свая. Сделан выпуск, и выпуск связывается также отдельным элементом плюс к связке к ленте. То есть вся арматура работает как единый механизм. И нету каких-то отрывных элементов. Как проверить, хорошо ли связана вообще арматура в целом? После вязания арматуры вы подходите к конструктиву и просто трясете элемент. Если он стоит как мертвый, вот как здесь внизу, значит все четко. Если вы подходите и вот так вот болтается, значит здесь допущены какие-то ошибки. И нужно уделить этому внимание. После того, как ребята доармируют ленту, мы готовы к приему бетона. Но важный момент. Так как в ленте сейчас сухо, нет воды, то в принципе можно бетон принять сразу и залить и ленту, и дальнейшую плиту. Так можно сделать только летом. Если мы говорим про осень и весну, то при армировании ленты здесь уже стояла бы вода. Ее нужно было бы откачать, отдельно залить ленту, а потом только плиту. Тем самым увеличились бы расходы на логистику. Но неважно, ленту мы будем заливать сразу или вместе с плитой, нам потребуется опалубка. Опалубки на дом 9х10 стоимость выйдет 70 тысяч рублей. После того, как ребята сделают, смонтируют опалубку, нам нужен песок. Песка 80-90 кубов. И того еще, стоимость 70 тысяч. Далее, чтобы этот песок закинуть в пазухе, нам потребуется экскаватор. Смена экскаватора вновь 26 тысяч рублей. Полным ходом работает спецтехника. Ребята за вчерашний день выставили опалубку, а сегодня мы с помощью спецтехники делаем обратную засыпку. Обратите внимание, когда делаете вообще монолитные работы, фундамент, что очень часто изначально, когда копают ленту или сваи, весь гру сбрасывают внутрь. Это ошибка. Грунт потом сядет, и сядет вместе с ним и плита. Поэтому по-хорошему грунт от ленты выбрасывает наружу, а песок засыпать уже внутрь в пазухе. Сейчас мы находимся на предфинальном этапе. Давайте разберем, что уже сделано. Во-первых, мы заказали песок и спецтехнику. КамАЗ не может песок сразу высыпать сюда в котлован. Он высыпает рядом со строительной площадкой. Спецтехника грузит песок и высыпает напрямую уже в котлован, где ребята разравнивают его, и каждые 15-20 сантиметров песок утрамбовывают виброплитой. Это делается целью того, чтобы грунт под бетоном был уплотнен, и в дальнейшем бетон не просел, не дал усадку. Идем далее. После песка мы уложили плантер. Он имеет гидроизоляционные свойства. Основное его предназначение, чтобы бетон не подсасывал влагу от грунта. На габаритные размеры фундамента 9х10 нам нужно будет 160 квадратов плантера, стоимость которого выйдет 20 тысяч рублей. И вот мы подошли к важному этапу при строительстве фундамента. Это закладные под коммуникации. Многие новички или люди, которые строят дом первый раз, забывают заранее продумать и сделать отводы труб. И тем самым в дальнейшем сталкиваются с проблемами и дополнительными расходами. Какими же? Надо будет сделать в дальнейшем алмазное сверление. Стоимость одного отверстия 8 тысяч рублей. А вам нужно будет сделать под канализацию, под электричество, под воду. Проложить сами трубы, дополнительная работа, да и вообще в целом геморрой. Забывать об этом нельзя. Поэтому мы заранее продумали и сделали закладную под воду. 64-ю под электричество, по индешную трубу и также, конечно, под канализацию. Рыжая сверху это утеплитель, пенка. Все это нам обошлось 10 тысяч рублей. Ну что, далее мы приступаем к армированию плиты. Самой важной части при строительстве фундамента. Для этого нам потребуется стульчик. На данный стульчик кладется первый ряд арматуры плиты. Вот такая пластиковая штучка. Почему она нужна? Между плантором гидроизоляции и первым рядом арматуры должно быть расстояние, чтобы туда попал бетон. Если арматура будет лежать на песке или на планторе, то никакого толка от этого армирования не будет. Мелочь, но очень важно. Далее у нас идет первый ряд арматуры, 12-я по проекту. Но бывает также и 16-я. В зависимости, опять же, какой дом двухэтажный, трехэтажный, здесь требуются расчеты. При армировании арматуры ни в коем случае нельзя использовать сварку. Это грубая ошибка при строительстве фундамента. Так делали наши деды, отцы. Но время поменялось и технология поменялась. Поэтому теперь используется вязальная проволока. Вот такой проволоки только на один фундамент. 9 на 10 выходит в районе 40-45 килограмм. Мелочь, но деньги. Конечно, нам потребуется для вязания вот такой инструмент. Крюки. Да, то есть в зависимости, сколько человек у вас здесь будет работать, столько крюков и понадобится. Между первым рядом армирования и вторым обязательно нужно будет тоже сделать расстояние. Но в данном случае не за счет стульчика, а с помощью восьмерки арматуры. Называется она у строителя лягушка. Тем самым мы создаем расстояние, необходимое для принятия бетона. Вот, далее мы вяжем второй ряд. Ячейка в данном фундаменте 15 на 15. Опять же, в зависимости, какой проект. Может быть больше, а может быть меньше. И вот и все, мы готовы к приему бетона. Итак, мы находимся на готовом фундаменте. Демонтировали опалубку и бетон уже набирает марочную прочность. Буквально 2-3 недели и уже можно поднимать стены. Итак, сколько же все это нам вышло? 60 кубов бетона по 6 тысяч. 360 тысяч только бетона. Идем далее. Работа. Работа здесь на 420 тысяч рублей. И вроде бы все, фундамент готов. Но мы не забываем, конечно, про мелочевку. Разрешите, я ее зачитаю. Гвозди 5 килограмм. Саморезы 5 килограмм. Диск на циркулярку. Саморезы. Доска на палубку. Брусок. Плантер, который тоже мы ранее учитывали. Идем дальше. Ведра. Крюки. Диски. Рулетки. Пленки. Стульчики. Основания. Перчатки. Лопаты. Молотки. Леска. Шпагаты. Биты. Каранаши. Гидроуровень. 30 и 20 тысяч рублей. Итого 50 тысяч. Вроде бы мелочи, но это тоже составная часть общей себестоимости строительства данного фундамента. И я уверен, что много мелочевки я еще забыл. Друзья, окончательную стоимость строительства фундамента вы сейчас можете увидеть на экране. Если вы не согласны с этой цифрой, то можете написать в комментарии, только прошу, чтобы это было объективно. Что я не учитывал? Или где я завысил цену? Правда интересно? Ну а вам спасибо за просмотр. Ждем от вас комментарии. Ставьте лайки. Ну и ждем обратной связи. Всем пока.